Старый год может быть не добавил проблем, но и существенным образом не решил их, на мой взгляд. А сам каббалистический набор цифр года не добавлял оптимизма. Может поэтому мы с вами с таким нетерпением ждем боя курантов, когда наконец притаившаяся жалющая змейка уступит место благородной синей лошади. А впрочем, хочешь, чтобы мир изменился, прогнулся под тебя, тогда начни менять его вокруг себя, не устал повторять Серафим Саровский. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня не просто понедельник, сегодня канун нового 2014 года. И с вами снова я, Людмила Суверток, в авторской передаче «Тема». Вы, конечно же, уловили ключевые слова – канун нового года. А значит, речь пойдет, как и принято, о его итогах. Как прожили, чем жили, что остается в памяти временной, а что перейдет в долговременную. Наш городской округ в 2013 году продолжал жить полноценной, общественно-активной жизнью, наполненной в меру радостной встреч, новыми впечатлениями, порой горечью, произошедших в семье перемен. Кто-то безмерно радовался долгожданному рождению первенца, признанию его любви, предстоящей свадьбе. Кто-то убивался и по сей день не может отойти от постигшего семью горя, смерти близкого человека, измены любимого. Да, и это была обычная жизнь в разных направлениях. Пусть не добавилось оптимизма, не пополнили среди патриотически настроенных граждан, верящих к успеху дела. Пусть цифровые дети стали меньше понимать своих аналоговых родителей. Но это была наша жизнь, наша страна, наша земля, наша история, которая живет и поднимается по восходящей одной лишь только любовью. Только она все понимает, прощает и созидает. Город замирал, когда смотрел сделанное с любовью шоу «Голос». Вверх ползли цены, в меньшей степени пенсии и незначительные зарплаты. Именно поэтому городской бюджет недополучил около 40 миллионов налогов по НДФЛ. Тем не менее, глава заверил, что зарплату бюджетники к Новому году все равно получат. Волноваться не стоит. Дума провела 24 заседания и бесчисленное множество рабочих комиссий по их подготовке. Рассмотрела и приняла за год более 200 решений. И только одно из них, относительно личности главного врача, с которым своим решением Дума рекомендовала министру здравоохранения не заключать контракт, было отменено решением суда, как незаконное. Пока оно еще не вступило в силу. В четверг был принят в окончательном варианте городской бюджет на 2014, 2015 и 2016 годы. Дума утвердила проект планировки и межевания для многоэтажного строительства в новом микрорайоне Западный-1. Установила плату за пользование жилым помещением, плату за содержание и ремонт жилого помещения. Утвердил новый тариф за вывоз бытовых отходов. Под управлением любви к родному городу горожане широко отметили его 70-летний юбилей. Известному в городе поэту и композитору Александру Эриху было присвоено звание почетного гражданина города. Он стал 19-м почетным гражданином. В 2013 году не стала Владимира Селезнева, кавалера трех орденов славы. Около полусотни женщин, которым исполнилось в нынешнем году 90-лет, получили поздравительные письма от президента и почетные грамоты от главы городского округа. 30 декабря 90-летие отметят дава Владимира Селезнева Татьяна Евлампиевна-Савина. На площади славы рядом с обелиском был открыт памятный знак без вести павшим, как символ уважения и признания. Память о потомках, чьи имена и подвиги, похороненные вместе с ними, теперь будут жить в веках. А вот памятный знак участникам ликвидации Чернобыльской аварии так и не был установлен. Несмотря на многократные клятвенные заверения и просьбу отстать, наконец, фразу не продолжаю, потому как все остальное снова всего лишь слова. Лето стало знаковым в том смысле, что на нашей территории прошел молодежный уральский форум «Утро», который собрал более двух тысяч участников, авторов амбициозных проектов, направленных на улучшение нашей с вами жизни. Закрылась, к сожалению, кафе «Уют», столовая бывшего МПМК, но зато открылась кафе с армянской кухней, с маящим запахом пряных трав и приправ. За год в городе и на селе открылось не менее полутора десятков новых торговых точек. Мы насчитали в городе с десяток ателье, где можно заказать и отремонтировать одежду. Доморощенные магазины с продовольствием и группой товаров продолжают теснить областные и федеральные монетки, магниты, пятерочки, которые уводят деньги из города. Беспрецедентный случай – взлом банкомата в здании городской поликлиники. Промышляющие преступным ремеслом жители Екатеринбурга были взяты с поличными. Число безработных у нас несколько выше, чем средняя цифра по области, но вакансии никуда не делись. Хочешь денег – иди и заработай. Несмотря на тяжелую ситуацию, в которую попал крановый завод, никто пока не обращался в службу занятости за постановкой на учет. Работники пенсионного фонда готовятся к торжественному вручению двухтысячного материнского, или по-другому говоря, семейного капитала мамам, родившего второго, либо третьего малыша, в родильном доме нашего города, кстати, признанного в этом году одним из лучших в России. Открыт центр боли, через который ежедневно проходят до десятка больных, страдающих болями в спине и шее. После четырехмесячного ремонта и монтажа нового оборудования для химводоочистки открыт городской бассейн. Город не знал, пожалуй, за всю свою историю такого выплеска эмоций по причине отсутствия воды в квартирах, когда на митинг-встречу собрался полный зал разгневанных жителей, требующих немедленного принятия мер. Сегодня заключен договор с фирмой «Акватех», которая, взяв кредит в банки, согласилась начать работу на аварийном участке. Заведено 2000 метров трубы. Работа планируется начать уже в первых числах января. Для восстановления нормального водоснабжения новая нитка водовода будет проложена вдоль дороги, параллельно старой. Если все пойдет, как обещано, работа планируется закончить к 30 апреля. 30 лет отмечает завод мостовых дорожных конструкций. 10 лет исполнено ЗАО на Обыш-Минскому, которое стабильно занимает почетное пятое место среди хозяйств области. На 16 декабря на одну фуражную корову коллектив молочного комплекса надоел 8 тысяч литров молока. В честь этого рекорда на комплексе зажгли новогоднюю елку и согрелись чаепитем. Рекорд 8 тысяч литров по надоему на фуражную корову установили в совхозе Сухоложском. Совхоз отказал в своей молочной продукции пяти десяткам магазинов нашего города, предпочтя возить сырое молоко на переработку на крупные молочные заводы области. Но те, кто полюбил их молочную продукцию, могут купить ее в фирменных павильонах и в магазине «Колосок». Прибыль хозяйства по году 37 миллионов рублей. Это существенно. Оператор-машинная водояна Наталья Шахматова стала лучшей в области и третьей в своей подгруппе в России. 75 лет отмечает медицинское училище. Команда пауэрлифтингистов на чемпионате мира стала лучшей в командном зачете, заработав 37 медалей. Полсотни медалей привезли в город в этом году ребята и взрослые, став лучшими в борьбе с дзюдо. Благодаря спонсорам замечательную форму получили юные спортсмены младшей группы по хоккею с мячом. Впереди у них много новых побед. В последний день прошлой рабочей недели в торжественной обстановке был открыт зал настольного тенниса для детей и взрослых. Это бесспорно событие городского масштаба. Инициаторами и спонсорами стало предприятие УГМК, которое славится своими достижениями в теннисном спорте, и предприниматель Владимир Корбовский. Идею поддержали городская администрация, зовут ВЦМ, входящий в холдинг УГМК, и все, кто занимается теннисом, давно и упорно. И как апофеоз развития спорта – олимпийский факел в городе, с которым бежала в Каменск-Уральске наша лыжница Наталья Витюк. И в завершение напоминаю календарь новогодних праздников. 27 декабря в 17 часов открытие снежного городка. В кристалле елки, новогодние сказки, представления, подарки. А сухоложцемент подарил своим работникам целый день, 31 декабря, с оплаченным рабочим временем. Хотя меня это не касается, но я с округлой радостью сообщаю вам об этом. Детям горку на площади. Кристаллу – елку для праздничных представлений. Страна отдыхает с 1 по 8 января. А наша телепрограмма СЛОК-ТВ снова в эфире с 6 января. Напоследок разрешите задать вам один вопрос. Что вы не понимали и не принимали в жизни города в этом году? Не отпускает мысль, как можно прийти в чужой монастырь со своим уставом. А не мы ли должны диктовать свои условия тем, кто рвется, например, спаивать горожан? Для этого так мало надо. Просто любить город. Постоянно говорю себе, завтра начну новую жизнь. Смеется коллега. А просыпаюсь все время сегодня и сегодня. Я о том, что в новом году вряд ли стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. В Оливье, какие огурцы соленые или свежие? Слушайте, вы заставили меня врасплох. Я, честно говоря, даже не знаю. Я бы положила маринованные. Они с каким-то особым фимусом. Всего доброго. С наступающим восстановым годом. И вам здоровья. До свидания. А, впрочем, разница в этом небольшая. Какие огурцы в салате Оливье? Согласитесь? Главное, наполните свой дом душевным теплом. Добавьте радости для особого вкуса атмосферы новогоднего вечера. Не забудьте приправить отношения к друг другу любовью. И новогодняя ночь станет незабываемой. А все то, о чем давно мечтали, в таком контексте и с такими ингредиентами непременно сбудется. Уж если не в новогоднюю ночь, то после нее обязательно. И мудрая мысль, как обычно, под занавес. Величие императора в умении прощать. Давайте войдем в Новый год под бой курантов без обид, простив и попросив прощения. Как волшебные олени, сани тянут в небосводе. Пляшут сказочные тени, кругом ходят в хороводе. В ледяных объятиях стужи, растревожен вечер вьюгой. И скрипит мороз снаружи. Заковал окно кольчугой. Воздух пальцами щиплет люто, ветер щеки обжигает. Доведя до абсолюта, по земле зима шагает. В ледяных объятиях стужи, растревожен вечер вьюгой. И скрипит мороз снаружи. Заковал окно кольчугой. Как волшебные олени, сани тянут в небосводе. Пляшут сказочные тени, кругом ходят в хороводе. Как волшебные олени, сани тянут в небосводе. Пляшут сказочные тени, кругом ходят в хороводе, кругом ходят в хороводе. Стрелки неумолимо приближаются к Новому году. С Новым годом! Пусть он будет во многом лучше старого, уходящего в прошлое. До новых встреч в Новом году, уважаемые наши телезрители. Будьте здоровы и счастливы. Все, кто нас сейчас смотрит и слышит, вы это заслужили. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова